МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, нет, сегодня я никак не смогу. Завтра. Три ночи. Хорошо. Хорошо. Ой, Паша, я не видела, как ты вошёл. Давай пирожки, пока горячие. Нет, спасибо, я за водой спустился. Да ладно тебе. Бери, говорю. Исхудал вон весь с этой работой. Тетя Зоя, с вами исхудаешь, конечно. Привет. Лизонька, пирожки горячие. Давай. Нет, спасибо. Как ты себя чувствуешь? Сотрясений нет? Нет. Уже всё хорошо. Ты не против? Я посмотрю. Ну, досталось тебе. Ты, конечно, молодец испугнул этого врода. Паша, а тебе Зоя в последнее время странной не кажется? Привет. Слушай, а ты можешь мне помочь найти ночную клуб для девичника? Я даже не знала, что это такая проблема. Ты же знаешь, я не любитель ночных клубов. Смотри в интернете. Ты чем-то расстроен? Нет, я просто устал. Давайте массаж сделаем. Чёрт. Прости. Забыл. Договор нужно ещё отправить. Ты ложись, я в кабинет, хорошо? Прости. Па, ты чего? Стучать надо. Тук-тук. Очень спешно. Тоже не спится. Что ты пишешь? Да что, тебе читать нельзя. Это личное. Ну, чё пришёл? О, ты чего? А он тебе идёт. Да ладно. Ты думаешь, я не понял, что Пашка тебя прикрыл? В сумму, в сумму мысли прикрыл. Девочка моя. Девочка моя, как же ты быстро выросла. У тебя уже и парень есть. И ты что, не против? Не против. Только, если ты меня с ним познакомишь. Видимо, придётся. Папа, ты скучаешь по маме? Папа, ты скучаешь по маме? Я тебе сумку собрала. Спасибо. Спасибо. Олег. Олег, что не так? Все так. Просто спешу. Объясни мне, пожалуйста, я же вижу, что с тобой что-то происходит. Ты меня постоянно отталкиваешь, а это очень больно. Больно? Тебе больно? А мне мерзко. Ты меня касаешься, целуешь. А мне после этого хочется только в душ сходить. Объясни. Кристина, хватит, пожалуйста. Я все знаю. Как давно это происходит? Как давно ты с ним спишь? Я тебя спрашиваю, как давно ты спишь с этим Романом? Я с ним не сплю. Я с ним ни с кем-либо другим, ни с тобой тоже не сплю. Потому что я прохожу курс лечения. Класс. Серьезно? И ты хочешь, чтоб вот я в это во все поверил? Так же, как в свадьбу твоей этой подружки? Да? Роман, он мой гинеколог. И он лечит меня от бесплодия. О, как все закрутило. Ой, молодец какая. Ну, хорошо, хорошо. Допустим, это так. Ладно. Тогда зачем ты мне врешь? Зачем мне каждый день про это врать? Потому что я бесплодна. Ты даже не представляешь, насколько это страшно. Насколько стыдно не иметь возможности подарить своему мужчине ребенка, понимаешь? И что, и зачем я тебе такая нужна? Я каждый день боюсь, что этот курс закончится и ничего, абсолютно ничего не изменится. Докажи. 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 Это кротикостероиды, которые я принимаю каждый день в надежде, что они, может быть, мне помогут. Лечит меня Роман. Роман Поляков. Если ты наводил справки, а ты их, конечно же, наводил, ты знаешь, что Роман иммунолог. Познакомились мы с ним на йоге и он предложил мне свою помощь. Ладно. Я понял. Я бы никогда тебя из-за этого не оставил. Слушай, такая маленькая. Это значит, Олег теперь будет следить за всем домом? Наверное. Тогда, когда проникли в дом, он позвонил мне и попросил их заказать. Но об этом никто не должен знать. Он хочет понять, что происходит в доме. Хорошо. Никто не узнает. И даже Игорь. И даже Игорь. Игорь. Значит, на эти маленькие крошки мы сегодня заснимем нашу Зою. Игорь. Думаю, ошибка не ходит. Игорь. Игорь. Здесь так не прожил. Игорь. Хорошо. Мамки на пол. Привет, малая. Привет. Что-то у тебя серёжки? Большие такие. Ты же не носишь. А теперь ношу. Мне же пятнадцать. Забыл? Я? Нет, я не забыл. Я твой дядя, мне не положено забывать такие вещи. Сашка, а ты не забыла, что мне можно доверять? Ну давай, колись. Ну ладно. Ну я просто ищу свой образ. Хотела попросить Лизу, чтобы она меня сфоткала. А, ну так это в корне меняет дело. Я уверен, что фотки у вас получатся классные. Спасибо. Да, Паш. Слушай, камеру установил. Ссылка на почте. Хорошо, понял. Сейчас посмотрю. Лизу? Пишу. Не. Да. Я точно помню. Я думаю, что буду когда-нибудь таким заниматься. Я тоже. Мы с тобой прям как копы на слежке. Только пончиков не хватает. Камеры у нас все работают? Да, кроме спальни Олега, конечно. Посмотри, выходит, в дом идет. Жалко, что в гостиной нет камер. Да, жалко. Подожди. Она что, идет в кабинет с Олегом? Черт, там же сейф. Она ворует деньги? Да. Зоя, Зоя. А с виду такая безобидная старушка. Наверное, за ней. А это еще кто? Боюсь даже представить. Хорошо. На следующей неделе ждем все остальное. То есть, как все остальное? Я сразу так много достать не смогу. Ба, тихо! Извините, пожалуйста, мы на следующей неделе все остальное вернем точно. Ты бы рот своей бабули не затыкал, сопляк. Ты и ноги целовать должен. Я не могу. Ладно, пойдем. А то еще за простой машиной придется платить. Тетя Зоя, не надо такси. Мы вас подвезем. Олег. Олег как-то открывал при мне сейф, и я запомнила код. И подумала о том, что если я буду оттуда понемногу брать, то он не заметит. Подождите. Значит, когда Саша вас поймала в первый раз, вы решили сделать из нее сумасшедшую? Лизонька, не дай Бог тебе такое пережить. Когда твой единственный внук приходит весь избитый в крови. И ты не знаешь, проснется ли он утром. Ты не будешь ждать, когда с ним снова такое сделают. Тетя Зоя, вы же Олега лет тридцать знаете. Вы что, не могли помощи у него попросить? Я думала. Но я боялась, что он заявит в полицию. Да, и он бы правильно сделал. И он бы позвонил. В смысле позвонил? Вы думаете, у них там своих людей нет? Я и дня не проживу, если я начну стучать. Просто как-то в голове не умещается. Ладно, просто деньги воровать. Пугать Сашку, оприми. В платье покойной матери это будет странно. Как думаешь, что Олег с ней сделает, когда вернется? Вы что, ему еще не сказали? Пока нет. Кристина решила, что Зоя сама должна все рассказать. Сашке просила не говорить. Не знаю, ну как-то ненормально, я понимаю. Мне почему-то так жалко Зою. Да мне тоже ее жалко. Долг-то над внуком все равно висит. Да. Рокки, дома. Дома. Ну блин, Вилан, ну чего ты не сказал, что это будет просто пляж? Ну я же как дура выгляжу. Ну я же сказал, что мы возле озера будем. Да, возле озера. Но я-то думала, где-то в ресторане посидим, а не тупо на песке сидеть. Извини. И ты не как дура, а очень даже красивая. Да ну тебе. Не волнуйся. Привет! Привет! Привет. Привет, Олег. Как ты? Хорошо. Но мне тебя очень не хватает. Правда? Мне тоже. Как Сашка. Ну, вроде неплохо, но спит уже, наверное. Но я могу пойти посмотреть. Нет, нет. Пускай спит. Я, наверное, зря уехал. А вдруг этот взломщик вернется. Так что я на завтра беру билет. Нет, не вернется. То есть? Это была Зоя. И я не хотела говорить тебе до приезда. Как Зоя? Подождите, что случилось? Мы ночью вчера ее поймали. Оказывается, она не один раз деньги с сейфа воровала. Ее внук там в какую-то криминальную историю непонятную попал, и она пыталась отдать за него долг. Ну, слушай, ничего страшного, она много сворвать не успела. Я хотела тебя дождаться. Поэтому ты работай спокойно. Мы в полной безопасности. Хорошо. Тогда спокойной ночи. Я люблю тебя. И я. Как аппетитно выглядит. Пробуй. Спасибо. Это очень вкусно. Да. Опять Сашке звонишь? Ну, почему она не берет трубку? Чего ты нервничаешь? Ну, уснула она от наушников, как всегда. Наверное, ты прав. А знаешь что? А давай мы за Сашку выпьем? В конце концов, если бы не Сашка, я бы тебя не нашел. Прости. Дай-ка его сюда. Нет. Ну, отдай. Третий лишний. Третий лишний. Особенно, если это Паша. Ну, чего ты. Просто дружеское сообщение. Ну, да. Ну, да. Дружеское. И смотрит он на тебя очень по-дружески. Офрин, как я. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сашка, я тебе покушать принес. Я не хочу. Точно? А пить ничего не будешь? Нет, у меня еще всякие кисти. Слушай, мне кажется ли, тебе здесь скучно. Да нет, все отлично, классные друзья. Слушай, давай я тебя нафотку? Давай. Ну, скорей. Иду. Что, прямо здесь? Да. Сейчас. Сейчас. Блин, ну не дурачься. Ну, хорошо. Это же наша красотка. Ты что, к нам с выпускного, что ли, приехала? Эй, стой. Просто не обращай на них внимания, хорошо? Да, с тобой все, а я пошла. Эй, подожди. Ну, давай я тебя проведу. Ребят. Ребят. Привет. Привет. А мы, кажется, не знакомы с вами, да? Привет. Я Яна. А это мой парень Антон. Антон. Влад, приятно познакомиться. Все еще. Взаимно. А вы друзья Дани, да? А, да нет. Мы так просто мимо проходили. Вписались в тусовку. А что с лицом? Да это он меня защищал. Ну, типа. Да. Ай, кстати, ты очень круто выглядишь. Спасибо. Да, и переживай по поводу этих девочек. Они просто не знают, сколько стоит вот это. Спасибо. Идем. Да, давай. Пойдем. 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 Спасибо. Пойдем. Продолжение следует... 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 Нет! Черт, как я мог на беззвук поставить? Она мне восемь раз звонила. Восемь раз я не услышал! Игорь, это не поможет. Игорь. Мы уже почти приехали. Это она, что ли? Точно. Саш! Сашка, ты как? Саш! Саш! Саш, тихо, 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 тихо. Пульт слабый. Она бежала за мной. Кто? Мама. Апчачка. Сашка, держись. Держись, Саш. Сашка. Все хорошо, Саша, все хорошо. Давай, давай, давай. Держись, малая. Саша, ей нужно в больницу. Сейчас отвезем, давай. Давай, давай, давай. Можно? Держи. 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 Как это на полгода? Вот так это. Ее нужно госпитализировать. И как можно быстрее. Кристина. Малышка. Ты как себя чувствуешь? Позови Лисова. Лиза, вы что смеетесь надо мной? Какие парики, какие платья. Олега, я что, клоун, чтобы наряжаться. Но вы же пытались всех убедить, что у Саши галлюцинации. Только Олега. Чтобы он не поверил, когда она меня сдавала. Да, врала. Внука спасала. То, что вы говорите, это просто убийство. У нее же в любой момент могло отказать сердце. Как ваш внук? Что он собирается делать с долгом? Не знаю. Вчера днем пришла, его нет. Думаю, что он больше не вернется. Кристина, я очень надеюсь, что вы задумаетесь над ситуационаром. Да, я вас поняла. До свидания. До свидания. Что сказал братья? Сказал, что шансы на трансплантацию стали еще меньше, чем до того, как ты появилась, Лиз. Это я виновата. Я позволила ей избежать на эту чертову вечеринку. Я себя еще буду очень долго за это винить. Но в том, что она себе позволила это сделать, виновата только ты. За то время, пока ты здесь, Лиза, она ложилась под капельницу чаще, чем за последние полгода. Понимаешь? Послушай, Кристина, у Саши был период, когда она вообще жить не хотела. И я знаю, о чем говорю, потому что я это видела. Классно. Теперь она хочет. Теперь она очень хочет. Только шансы поубавились. А так все нормально. Ты молодец, Лиза. Ладно. Саша попросила, чтобы ты поднялась. Я, Лиза, надеюсь, что ты сможешь ей объяснить, и почему ты увольняешься. Они сидели и целовались. Представляешь? Наверное, он меня специально позвал, чтобы просто поиздеваться. А знаешь, что бы я сделала? Я бы нашла самую ужасную его фотографию. Повесила бы на стенку. И дротиками. Прямо в него. Можно попробовать? Побросаешь со мной? Сашка... Я увольняюсь. Что? Почему? Наверное, потому что... Я тебе уже не учитель, а... Скорее, друг. Ну и круто. Живи здесь как друг. Я тебе буду навещать. Ты только окрепни, хорошо? Ну... Ну мы же должны еще океан увидеть. Это все Кристина, да? Знаешь, мне не всегда нравится Кристина. Но она сегодня правильно сказала. Я так сильно хотела, чтобы ты влюбилась в жизнь, что я забыла, насколько хрупкое твое сердце. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Привет. Ты что, куда-то собралась? Да, домой. Я уволилась. Понятно. Давай помогу. Да не надо, она не чужая. Давай, давай. У такси он рядом стоит. От меня и такси. Спасибо. Когда папа приедет? Через три дня. Ты еще ему не говорила, что случилось? Что-то он не отвечает. Но, видимо, очень занят, поэтому трубку и не берет. Думаю, придет в гостиницу, увидит миллион пропущенных от нас и обязательно перезвонит. Привет, племяшка. У меня для тебя кое-что есть? Ну, гляди. Что это? А ты открой и посмотри. Не хочешь? Тогда я сам открою и покажу. Я не ношу сережки. Забыл? Так тебе же уже пятнадцать. Может, пора? Сашка. Ну, прости. Все нормально. Я же вижу, что ненормально. Я должен был услышать твой звонок. И ничего бы этого не произошло. Но ты не услышал. Так зачем об этом говорить? Права. А знаешь, кто во всем виноват? Лиза. Понимаешь, когда она рядом, и со мной как будто что-то происходит. Я глупею, становлюсь рассеянным. В общем, всячески теряю контроль над собой. Влюбился, значит? Может быть. Красивый. Я рад. Зоя, а похожа найти со мной? Как-то неловко. Почему неловко? Это же я вас приглашаю. Садитесь, садитесь. Я за вами поухаживаю. На самом деле, Зоя, я хотела вас поблагодарить. За то, что вы столько лет ухаживали за этим домом. Ну что? Я так ужасно поступила. У вас были на то причины. Но сегодня ночью вы должны уехать. А как же, Олег Сергеевич, вы же сказали, что я должна его дождаться. Я разговаривала с ним по телефону и все рассказала. И он очень зол. Поэтому будет лучше и для вас, и для него, чтобы вы сегодня уехали. Я открою. Кристина, это к вам. Добрый вечер. Кристина Орлова. Да, это я. Что случилось? Дело в том, что ваш муж погиб. И его тело нашли час назад во враге. Как пыльца, не видя света. В твоих глазах, что так нужен мне, чтобы любить тебя. Чтобы не лгать тебе, себе, ему и ей. Никому я так хотела полюбить. Но где же тело, что хочет жить? И растеряла я все, что несла в себе, чтобы отдать тебе, себе, ему и ей. Но никому. Ты собери меня из осколков слез. Я буду твоим дождем, чтобы мой взгляд нелюбий. Не отпускай меня. Я всего-то держусь чуть-чуть. Я когда-то спасла тебя. Оказалась реванша суть. Но все проходит. И сейчас проходит мимо. Мимо нас. Что должны понять? Чтобы точно знать. Идти туда-сюда, к нему, иркни. Но никому.